напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать сегодня побываем в счастливом советском детстве и так куда в советские времена отправлялись школьники чтобы написать реферат на урок а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео советские времена чтобы написать реферат не было возможности залезть в интернет и скачать необходимую тему советские школьники отправлялись для написания реферата только в библиотеку и писали его строго от руки и самостоятельно поскольку если реферат напишет не ученик то учитель его быстро рассекречивал по почерку что в самой первой мультсерии так сильно хотел найти во дворе котенок по имени гав как сказал большой черный кот котенка с таким именем во дворе ждут одни неприятности и гав как порядочный котенок решил не заставлять неприятности ждать еще дольше и побежал во двор с помощью чего двигалась эта советская детская машинка сейчас в парках и в других местах отдыха мальчики и девочки катаются на электромобилях зарубежного производства а у советских детей были педальные отечественной модели приводившиеся в движение ногами чем быстрее ребенок давил по очереди на правую и левую педали тем быстрее двигалась машинка из какого материала делали такие детские сапожки эти детские сапожки из войлока их еще называли валашки а вариант для взрослых звался прощай молодость или сокращенно прощайки это была хорошая вещь для холодной зимы те же валенки но на непромокаемой подошве в них было тепло и удобно кроме того натуральный войлок улучшает циркуляцию крови а это немаловажно в любом возрасте кто написал детскую повесть республика шкит о жизни беспризорных детей республика шкит это приключенческая отчасти автобиографическая детская повесть григория белых и алексея пантелеева о жизни беспризорных детей в школе социально трудового воспитания имени достоевского сокращенно шкит написанная в 1926 году и изданная в 1927 году как называлась такая детская шапочка это детская шапочка с названием уголок такой шапочки не было сносу вначале лишний объем закалывали брошкой или булавкой а по мере вырастания ребенка шапка как-то сама подстраивалась под форму головы моду на такие шапочки с натуральным составом внесли спортсмены-конькобежцы кто изобрел такие привычные всем советские школьные парты в конце девятнадцатого века молодой петербургский офтальмолог федор федорович аресман одним из первых установил что снижение остроты зрения и нарушения осанки у гимназистов выпускных классов связаны именно с образовательным процессом он же разработал конструкцию школьной парты позволяющий ученикам сохранять оптимальное положение тела во время уроков что было основой для начинки любимого всеми детьми советского торта птичье молоко кондитерский цех ресторана праге работал над рецептом торта птичье молоко 6 месяцев для теста шеф-повар владимир гуральник придумал сдобно-збивной полуфабрикат похожий на кекс начинку получили из уваренного до ста семнадцати градусов агар-агара получаемого из морских водорослей которые специально привозили с дальнего востока что это за детская советская игрушка это игрушка миноискатель выпускалась 1974 года игрушка предназначена для поиска металлических изделий под землей на малой глубине схема собрана на транзисторах mp39 работает на совпадении частот двух генераторов один контур которого в корпусе другой в катушке миноискателя диаметр наружной катушки 16 сантиметров длина штанги 60 сантиметров по росту ребенка 6-7 лет что школьники могли собрать с помощью этого лабораторного набора по радиотехнике это набор по радиотехнике для восьмилетней школы выпускался с 1967 года в наборе есть все детали компоненты и узлы для сборки детекторного радиоприемника на диапазонах длинных и средних волн и проведение экспериментов с ним на уроках по физике что возвратило заколдованного принца к жизни в мультфильме аленький цветочек когда настенька из-за подлости сестер не вовремя вернулась на волшебный остров увидела своего друга при смерти она заплакала и слеза скатившаяся на аленький цветочек оживила его и превратила в прекрасного принца как называется этот предмет который любили девочки ссср это скакалка а одно из любимых развлечений советских детей особенно девочек прыгать со скакалкой скакалки были прочными и служили годами и даже десятилетиями и стоили всего 23 копейки как золотая антилопа из одноименного мультика победила жадного раджу чтобы спасти своего друга которому раджа угрожал смертью золотая антилопа пообещала что будет бить копытами по полу дворца и выбивать монеты пока правитель не скажет довольно раджа упал в гуру золота почти задохнулся и взмолился о пощаде и тогда все его деньги превратились в черепки в честь какой реки был назван этот советский подростковый складной велосипед в середине 1970-х годов на пермском машиностроительном заводе начался выпуск велосипедов кама в сложенном виде их было очень удобно перевозить в багажнике автомобиля или в общественном транспорте несмотря на складную конструкцию велосипед отличался исключительной надежностью в какой день недели по телевизору показывали выставку буратино а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео передача выставка буратино выходила в эфир с 1958 по 1985 год дети присылали в редакцию рисунки на заранее заданную тему ведущий в один курчевский в компании с кукольным буратино комментировал детское творчество также в передаче показывались картины профессиональных художников передача выходила раз в неделю в субботу в 9 часов 30 минут что это за деревянный предмет который был почти у каждого советского школьника это деревянный пенал для ручек и карандашей в которой даже помещался ластик и маленькая линейка а с помощью крышки от пенала можно было чертить прямые линии если линейки под рукой не оказалось как называется это советское спортивное устройство для детей это детский спортивный тренажер кузнечик тренажер используется как игровой спортивный снаряд для развития ловкости развитие координации движений в период подготовки к акробатике гимнастике прыжкам в воду и другим видам спорта тренажер создает у детей впечатление свободного полета что это за алфавит который часто использовали школьники это трафарет шрифтовой когда не было компьютеров и принтеров печатный текст получали с помощью трафарета продавались трафареты не везде и ценились на вес золота ведь с их помощью можно было сделать красивую надпись также с помощью трафарета приходилось рисовать стен газету как называлась в ссср это популярное детское переговорное устройство из двух телефонов это устройство переговорная телефонная бим-бом которая выпускалась с 1985 года у финским производственным объединением имени кирова игрушка состоит из двух детских телефонных аппаратов связанных между собой проводной линией телефонную связь можно было установить на расстоянии до 25 метров а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа как называется материал с которого изготавливали такие зеркальные значки как в данном ролике а а а а а а а Напишите в комментариях ваш вариант ответа, как называется материал для зеркальных значков. Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест.